Здравствуйте! Вы смотрите новости в студии Мадина Халикова. И мы начинаем с главного события. Пять расчетов тушат пожар в 130-м квартале. В 16.00 спасатели получили сообщение о возгорании в кафе в деревянном здании. Людей эвакуировались сами до прибытия пожарных. Пострадавших удалось избежать. На улице 3 июля образовался затор. Движение затруднено. Спасатели продолжают ликвидировать открытое горение. И как сейчас обстоят дела, расскажет Александр Гаврилов. Он находится на месте. Саша, есть ли опасность переброски пламени на соседние здания? Какова обстановка? Мадина, приветствую. Сегодня действительно не самое удачное окончание рабочего дня. Произошло у персонала вот этого здания, которое находится по адресу 3 июля 33. Три тройки сегодня стали тремя шестерками. Я сейчас попрошу оператора крупным планом подснять работу пожарных. Шесть подразделений выехали сюда незамедлительно. Как только что мне стало известно, пожар начался в цокольном этаже и по вентиляции отправился наверх. Заходить в здание нельзя. И поэтому пожарные с помощью специального бензореза сейчас вынуждены разрезать крышу. И вот уже более 20 минут ведут тут свои работы. На месте также дознавателей. Именно им предстоит определить настоящую причину пожара, собственно, что случилось. Сейчас здесь образовался затор. Машины проезжают в сторону Академического моста. Но пожарные продолжают вести свою работу. Более подробная информация будет известна в наших следующих выпусках. Скажу, что оперативно ликвидируют. Ну и здесь, естественно, очевидцы, которые тоже переживают за то, что пожар не распространился. Но на первый взгляд, вроде бы, этому ничто не предвещает. Мадина. Спасибо большое, Саша. Ждем тебя в редакции. И, конечно же, в следующих выпусках новостей подробнее расскажем, как обстоят дела. Спасибо.